Иногда так увлекаешься наведением порядка, что готов и другим людям помочь в этом непростом деле. Например, турецкие власти стали настоящими экспертами в ликвидации мусорных скоплений из Российской Федерации. Без лишнего шума и громких заявлений вооруженные силы этой страны переработали сотни террористов, которые приперлись сеять хаос на Ближнем Востоке. Мы не будем детально описывать успехи второй по силе армии НАТО в показательной порке российских вояк, поскольку неоднократно уделяли внимание этой теме. Вместо перечисления всего многообразия военной техники Путина, отправившейся в рай, давайте лучше рассмотрим последние новости о турецко-украинском сотрудничестве. Кремль ужасно бесит стремительно развивающееся партнерство Киева и Анкары в сфере военно-промышленного комплекса. Бедному пырям из эрефии действительно есть от чего волноваться. 10 июля Украину посетил министр национальной обороны Турции. На протяжении четырех дней иностранная делегация обсуждала с нашими властями расширение сотрудничества в области военных технологий. Уже от одной только формулировки у лысого лепрекона из России начинается повышенное выделение слюны и приступ бешенства. Повод для столь нервной реакции Кремля очевиден. Анкара и Киев наладили тесные связи в сфере разработки новейших беспилотников. Разумеется, в плане электроники наши партнеры ушли далеко вперед, однако украинский конек – это двигатели и авионика. В итоге мы получаем взаимовыгодный тандем и можем рассчитывать на поставки ударных дронов, которые уже доказали свою эффективность в Сирии и Ливии. Более того, украинские инженеры принимают непосредственное участие в реализации проекта Акинчи – это тяжелый ударный беспилотник, способный нести тонну смертоносных боеприпасов. Во-первых, стало известно, что после первой сделки по закупке дронов Bayraktar TB2 и освоения этой техники, Украина готова к новым поставкам современного вооружения. Именно вопрос о приобретении следующей партии беспилотников активно обсуждался с турецкой стороной. По предварительной информации, речь идет о покупке как минимум 10 ударных систем в нагрузку к 6, которые уже полностью освоены ВСУ. Это должно стать существенным усилением армейских подразделений, даже несмотря на активное сопротивление со стороны зеленой волны внутри высших эшелонов власти. Использование новейших образцов вооружения позволит в скором времени создать свои разработки, используя опыт турецких коллег. Что касается производства тяжелого ударного дрона Акинчи, то здесь сотрудничество двух стран вышло на кардинально иной уровень. Турбовинтовые двигатели с запорожского МКБ «Прогресс» впечатлили турецкую сторону. Они на практике доказали, что способны наделить новый беспилотник превосходными характеристиками. Кроме того, наши инженеры принимали непосредственное участие в совершенствовании определенных компонентов авионики. Другими словами, Киев поспособствовал созданию небесного стража, который в ближайшее время будет сеять ужас на головы путинским их-тамнетам. Лучшего подарка Украина просто не могла сделать для деревянного Володи. Разумеется, реализация проекта Акинчи серьезно укрепит военное сотрудничество наших стран. Как только Анкара пробует в действии грозу небес, стороны договорятся о поставках новейших дронов в Украину. К тому времени ВСУ будут полностью готовы к освоению турецких систем вооружения. При таких раскладах российские орки на Донбассе трижды подумают, стоит ли соваться на позиции наших солдат. Очевидно, что наличие джавелинов и современных беспилотников с высокоточными снарядами способны серьезно вжарить под убоголовым фанатиком путинского отребия. Все мы прекрасно понимаем, какую опасность представляет обезумевший сосед на границе с Украиной. Свою суть российские власти показали давно, и верить каким-либо соглашениям, заключенным с Мордором, банально нет смысла. Нужно постоянно совершенствовать армию и готовить профессиональных солдат, готовых крушить противника в любых условиях. Подвиг, который совершили военнослужащие ВСУ и Добробаты, невозможно переоценить. Они сорвали грандиозные планы ботоксного царя, но это не значит, что он отказался от идеи сухопутного пути в Крым. Именно по этой причине Россия так бесятся из-за того, что Турция и Украина нашли общий язык в военной сфере. Обе страны знают, как правильно утилизировать мародеров из Рефии вместе с их хламообразной техникой. И дай бог, когда-нибудь плод совместной работы под названием Акинчи заглянет на огонек в далекий бункер одного шального деда.